Здравствуйте! В эфире программа «Молния» в студии Ксения Шереметьева. Владимир Путин выдвинул кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер-министра. Сейчас в Государственной Думе проходит пленарное заседание, на котором депутаты примут решение по назначению кандидата на пост председателя правительства. Также ожидается выступление Дмитрия Медведева с докладом. После этого у фракции будет возможность задать кандидату свои вопросы. Затем представители фракции смогут высказать свою позицию, после чего пройдет голосование. Владимир Жириновский заявил, что фракция ЛДПР поддержит кандидатуру Дмитрия Медведева. В нашей стране президентский режим. Если народ абсолютным большинством голосов избрал нынешнего главу, и сегодня он вступил в должность, то, следуя логике, все депутаты должны поддержать кандидатуру, представленную им. Это его правительство. Это не правительство Зюганова или Миронова. Это правительство президента страны. А за него голосовало огромное количество людей. Мы за то, чтобы все наши силы, помыслы, были направлены на то, чтобы усиливать страну, чтобы мощное было государство, сильная власть. Конечно, есть министры, которые мы можем критиковать и будем критиковать. Их меняют, их отправляют в отставку. Есть возможность выбирать президента. Это уже седьмая выборная кампания. И у нас было три президента. Ельцин, Медведев, Путин и сейчас Путин. Так что у нас смена определенная есть. И мы поддержим, как фракция ОДПР, кандидатуру Дмитрия Анатольевича, потому что это самый опытный чиновник нашей страны. Также Владимир Путин подписал указ о национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года. Документ содержит ряд поручений, охватывающих экономические, социальные и другие вопросы развития страны. Владимир Жириновский комментирует цели и задачи правительства, всегда делает акцент на экономическом развитии страны. Вашему вниманию фрагмент из авторской программы Владимира Соловьева. Для меня очень важно понять, когда будет уменьшено количество бедных, когда будет рост доходов и кто конкретно за что отвечает. Правильно. Монетаристский курс, мы слишком ушли в него. Чтобы все поняли меня, монетаристская экономика денежная, когда все исчисляется деньгами. Но много лет у нас была производственная экономика. Мы строили заводы, все было отлично. Но нам не хватало. Мы не знали, как дальше развиваться. Мы потихонечку пошли. Но слишком ушли бы правы в монетаристский курс. Это Гайдар, это Ельцин. Это они все сделали. Они разрушили прекрасную советскую экономику. Это же не сегодняшняя власть разрушала. Где эти огромные заводы? Где эти здоровые колхозы? Где это прекрасное население советское при Горбачеве в 1985 год? Только это же кто разрушил? Тогда, в том числе и Яблоко, Гайдар и все остальные эти партии. Поэтому монетаристский курс вредный. Но от него резко перейти в производственную экономику тоже тяжело. Надо добавлять. Я согласен. И чисто денежная экономика, нам она слишком большой пользы не приносит. Вот я был 5 мая среди молодежи в центре Москвы. Спросить, зачем они пришли? Один мне прямо говорит, Владимир Вольфович, ну почему мы живем хуже, чем, допустим, Швеция, Дания? Я говорю, они, западные страны, имели много колоний. Ну, Германия, Британия, Франция. А мы, наоборот, помогали 70 лет всем. Ну, была такая политика. Мы хотели помочь всем коммунистам всей планеты. То есть мы потратили деньги, они сэкономили. А сейчас там Яблоко указывает, где деньги. Раздали. Коммунист Явлечки раздавал эти деньги. Сегодня вы Яблоко. А то, что он был коммунистом, вы теперь скрываете. Быть честным. Это была мощнейшая партия в мире. И он честно должен был оставаться коммунистом, а не ломать КПСС. Вы все ломаете. Поэтому есть проблемы. Надо отходить от денежной экономики. Больше производства. Но ведь мы сегодня больше не будем помогать никому. Сегодня мы уже деньги могли бы оставлять у себя. И опять вы правы многие. Деньги вывели наши олигархи за границу. Советская власть за границу для всех компартий. Сегодня за границу для своих потребностей. И там мы храним деньги. Там храним деньги. Надо возвращать их. Я согласен. Надо создавать условия, чтобы деньги здесь были. Сто раз я говорил. Давайте офшорами станет Калининград, Сахалин. Теперь Крым. Пусть они здесь все хранят. Лучше сразу Магадан. Магадан давайте. Колыма. То есть есть проблемы. Но мы собрались в день, когда в стране праздник. У нас высшая власть вступила в свои права. А мы опять начинаем вспоминать какие-то тяжелые вещи. Они везде были. Всегда будут. Никогда не остановится. У нас в год погибают на дорогах 20 тысяч. Ну давайте будем стоять около дороги и плакать. Вот здесь погиб человек. Давайте вспоминать, кто где отравился. У нас 200 тысяч в год. Тонут, горят и травятся. Давайте встанем у всех моргов и будем стоять. Вот видите, у нас 200 тысяч в год. Ой, ребята. Как же так? Так нельзя. Любое государство. Есть безвинные жертвы. Есть ошибки. Но есть праздники. Есть оптимизм. Мы должны идти вперед. Вы нас обратно. Вперед надо идти. Мы продолжаем. Экзамен по географии может стать обязательным для выпускников девятых и одиннадцатых классов. Согласно документу, который Министерство образования науки может одобрить до конца мая, все школьники должны будут сдавать ЕГЭ по географии. Авторы концепции мотивируют необходимость появления еще одного обязательного экзамена высокой значимостью предмета наряду с русским языком, литературой и историей России. Основной этап сдачи ЕГЭ в этом году состоится с 28 мая по 2 июля. Владимир Жириновский же посоветовал школьникам ничего не бояться и смело сдавать все экзамены. Я сдавал не ЕГЭ. Я вот не вижу разницы большой между ЕГЭ и выпускными экзаменами в школе. В одиннадцатом классе я сдавал в июне. А с первого июля сдавал вступительный Московский университет. Что мы делали? Мы имели перечень вопросов, 30 вопросов условно. И искали ответы на эти вопросы. Какая разница между ЕГЭ и выпускными и вступительными экзаменами? Во-первых, мы дважды сдавали. Сейчас на ЕГЭ один раз сдают, и вступительных нет. ЕГЭ позволяет любому человеку направить документы в любой ВУЗ. И поехать туда уже, будучи зачисленным. Вот если бы я не поступил в Москве в июле 1964 года, это уже почти, сколько получается, 6, 36 и 20, 54 года назад. У меня обратно в Алмату не было денег вернуться. А так, если бы ЕГЭ тогда было при мне, я бы так же готовился, как и к обычным вступителям. У вас вопросы, и ты подбираешь из всех учебников, из своей памяти ответы. Поэтому я никак не могу понять, почему вас раздражает ЕГЭ. Оно же во всем мире. ЕГЭ, как любой экзамен, это форма определить, какой уровень ваших знаний. Вот перед мной девочка сдавала историю СССР, когда поступали мы в МГУ. Ей двойку поставили. Она забрала документы, она не поступила. А мне пятерка. Ну, как раньше, ЕГЭ или я готовился. Лотерея. И там, и там лотерея. Вот у нас сотрудник, он с Украины. Ему устроили экзамен по истории нашей страны. Или по русскому языку, что-то такое. Задали вопрос, на который он не ответил, и ему паспорт русский не дали. Я вам этот вопрос задаю. Какова, значит, была сумма штрафа за трусость в средневековой Англии? Вот что делать будете. Всё лотерея. Кто-то знает, кто-то не знает. Я до сих пор помню, как мне поставили тройку. История государства и права. Вопрос. Там уголовное наказание. За убийство простого человека. Это он назывался смерть. Вот такой вот, как бы, простой человек. И за убийство, там, вельможи, дворянина. Я точные цифры не знал. Но знал пропорцию. Что за убийство дворянина, вельможи, в 10 раз больше платил штраф убийца, чем за убийство простого человека. Это по уголовному уложению 1648 года. Это же не ЕГЭ. Но мы можем не знать чего-то. Мне тройку поставили. Я потом пересдавал. Оказалось, 5 копеек за убийство простого смерта. А за дворянина 50 копеек. Вот у меня выпало цифры. А пропорцию я назвал. Другое дело, надо убрать вообще экзамен. Потому что он опасный. Он вредно влияет на здоровье. Закончили школу, получите аттестат зрелости. Там вам проставлены оценки. Идите в любой вуз. Подавайте документы, поступайте. И потом вы должны еще убедиться, туда ли вы пришли. А то все силы на ЕГЭ. А половина поступает в те вузы, по которым специальность вам не нравится. Вы не хотите работать. Ведь сегодня все поступают. Чего вы упираетесь против ЕГЭ? Вы можете назвать людей, которые не поступили бы в вуз? Все поступают. Сегодня в вузах не хватает студентов. И особенно на бюджетное, бесплатное отделение. Потому что потом министерство забирает у них бюджетные места, раз нет студентов. Завтра в Москве на Красной площади пройдет традиционный парад Победы. Он не будет юбилейным, но это не помешает ему стать гораздо масштабнее предыдущих. Военные решили впервые продемонстрировать технику, прошедшее боевое крещение в реальном бою, доказавшую свою эффективность. Главной премьерой станет боевая машина в поддержке танков «Терминатор». Этот многофункциональный броневик участвовал в военных операциях в Сирии. По словам военных, машина прекрасно себя показала. В этом году будет много новинок, на которые надо обратить пристальное внимание. В частности, впервые будет продемонстрирована робототехника. Также на Красной площади впервые покажут беспилотники. Стоит добавить, что в параде 9 мая впервые будут участвовать военнослужащие техника Росгвардии. Очередная победа. Хоккеисты сборной России одержали победу на чемпионате мира по хоккею, обыграв команду Белоруссии со счетом 6-0. Матч со сборной Белоруссии рассматривался как третий подготовительный для команды России на чемпионате мира, после того, как российские хоккеисты по очереди разгромили французов и австрийцев. После трех матчей в активе сборной России три сухие победы. Теперь команду Ильи Воробьева ожидают два дня выходных. В один из них 9 мая хоккеисты по традиции возложат цветы памятнику советским воинам. 10 мая сборную России ожидает первый серьезный соперник на турнире команда Чехии. Пожелаем нашей сборной только победы. А сейчас короткая реклама, не переключайтесь. Ну что, нашу программу мы продолжим беседы с председателем Федерации тенниса на колясках города Москвы, общественным деятелем Андреем Цветковым. Здравствуйте, Андрей. Я знаю, что вы еще и возглавляете реабилитационно-спортивный клуб «Янтарь». Да, да, да. Ну вот смотрите, вы работаете с людьми с ограниченными способностями, да, но у этих людей есть амбиции, у этих людей есть цель. Люди достаточно сложные, да, и, скажем так, в эмоциональном плане, в физическом плане. И тем не менее вы работаете с такими людьми. Вот откуда в вашей жизни такой посыл? Ну, во-первых, это как советские люди, воспитанные в советское время, они... Система была настолько сильной, что мы вот сохранили вот то, что дали нам отцы, дети, там, добровольческое движение, то, что сейчас называется волонтерством и все такое прочее. Поэтому мы всегда готовы поддерживать, помогать друг другу, в том числе, что и многие из нас уже в районе 50 и выше, они не застрахованы от различных проблем, заболеваний. И на своем опыте скажу, что мне только спорт помог преодолеть большие сложности со здоровьем. Многие проблемы были связаны действительно именно с серьезными заболеваниями. И, исходя из своего опыта, я понимаю, что можно помогать людям и как профилактика преодолевать все вот эти невзгоды, и как реабилитация тоже. Спорт единственный вариант, ну, танцы и спорт, которые помогают и преодолевать проблемы с физического плана, и морально-психологического плана, потому что, если брать инвалидов в детство, они настолько ущемленные в плане каких-то вот моральных качеств, они все время такие обидчивые, и с ними надо очень тонко работать. И поэтому, скажу честно, я хочу в институт поступать, на педагогическое и психологическое образование, чтобы получить, потому что не хватает жизненного опыта, нужны знания такие фундаментальные. Так что в этом плане, я думаю, спорт нам будет очень помогать. – Как вы считаете, вообще в нашей стране достойное внимание уделяется физическому воспитанию инвалидов? – Ну, последние лет 5 просто настолько вот об этом говорят много, что я могу сказать, что говорят намного больше, чем на самом деле доходят до этого. Потому что если вот лет 10-15 назад начался вот этот процесс поднятия инвалидного спорта, инвалидного движения, помощи, реабилитации, и многие проекты, они как-то настолько ярко и сильно вошли в нашу жизнь, и на фоне их сегодняшней вещи многие, они как-то сошли в тупик, где-то что-то недоработано, где-то ушли больше в разговоры демагогии. И вот на сегодня нужно просто сконцентрировать целевое окончание вот этих проектов, а не то, что вот мы что-то делаем, потому что многие вещи, концепции считаешь, 20-й, 25-й год, ну, а сегодня, сегодня где? Кроме инвалидов в метро или где-то в переходах, которые попрошанничают на колясках, я не вижу их. Доступная среда до сих пор не работает по должным образом. Как ребята мои, колясочники, говорят, маленькая ступенька может сажать миллион вложений. То есть если делают эту дорожку те, кто не понимает, как ее делать, они никогда не сделают правильно. А если эту дорожку не примет колясочник, не проехав маршрута от точки А до Б, то это вообще нереально, чтобы она в жизнь внесла свои коррективы. Так что здесь очень... Ну, Андрей, скажите, вообще тяжело ли развивать данное физическое направление, да, вот теннис на колясках, некоммерческой организации? Кто вам вообще помогает? Ну, здесь только с помощью, конечно, и государства, и благотворительных разных фондов. То есть мы, в общем, большую поддержку, в большей степени, конечно, морально ощущаемы от представителей ЛДПР, то есть от Владимира Владимировича, неоднократные письма и поддержки, именно письма поддержки. И комиссию в Госдуме возглавляет Михаил Дегтярев, тоже с ним на хорошем контакте. Единственное, что очень серьезное разограничение, и законодательство устроено так, что мы не в состоянии, как бы, вернее, те, кто готов нам помочь, не в состоянии реальные шаги предпринять. Они туда отсылают какие-то запросы, просят оказать содействие. Но когда нет со стороны, скажем, Федерации Паралимпийского комитета должного внимания, я не знаю, может быть, ограничен ресурс, может быть, просто уже как-то возраст тоже, когда руководителям за 80, а замы где-то тоже в районе 70, ну, это не совсем правильно. Я не говорю, что нужно всех выгонять и омолаживать. Но когда система работает отвратительно, а Олимпийские игры, Паралимпийские игры показали, что мы вне игры, то есть надо решать вопросы кардинально. И опять же Владимир Владимирович ставил многократно вопросы, как, почему, где работа юристов, где работа медиа, где какие-то изменения. Все, кто работал в спорте до принятия вот этих моментов. И мы привыкли валить на допинг-контроль, до этого ВАДу, кого угодно, только не мы виноваты. А где вот те 36 спортсменов, которые зимой исчезли с чемпионата Сибирского округа? Где они? Промелькнула новость, и все, больше мы не слышим, не видим. На самом деле, как допинг был, так и есть. То есть выборы только или нам отказаться от всемирной международной спортивной практики, раз нам черную метку дали, или опять продолжать пить, чтобы быть конкурентоспособными. Я вот пишу письма, советский спорт, Родченков, герой России, ему памятник надо ставить, он скрыл гнойную вообще такую вещь, что мы, оказывается, все на допинге, все. И конкурировать мы не сможем без этого, само собой. Но, с другой стороны, здоровье, спорт – это же здоровье. Если ты хочешь погубить ребенка, пожалуйста, давайте вперед за победами, за деньгами. Только что мы слышали, Владимир Владимирович, нельзя, чтобы все равнялось на деньги. Деньги не главное. В спорте, в медицине, в образовании – это важно в 10 раз больше, чем в промышленности, потому что это здоровье и нас самих, и наших детей. Вот праздник у нас, конечно, такое событие замечательное, но нельзя об этом не говорить. Апрель, 28 апреля, умерла 15-летняя сномбардистка. Просто 26-го был медосмотр, 28-го умерла в гостях у подружки. В марте соревнования в Обнинске, по-моему, 17-летний пловец пошел ко дну, спасти не удалось. Почему? Как? Я долго общаюсь в медцентре физкультурном, по сердцу специалист-кардиолог. Она даже работает, вот каждый год повышается уровень медицинского оборудования, даже работает с высоким уровнем вот этих медицинских препаратов, аппаратов. И то иногда за счет того, что у нее музыкальное образование, каким-то образом она улавливает что-то не так с сердцем. Рекомендует ребятам пройти еще более глубоко, если глубоко исследовать, и действительно выявляются проблемы. То есть мало того, что нагрузки, допинг, и вот все это надо решать, и очень так быстро. Что вы пожелаете будущему министру спорта? Потому что мы же знаем, что сейчас будет формироваться кабинет министров в правительстве. Что пожелаете? На что нужно все-таки обратить пристальное внимание? Что не упустить? Какие важные моменты? Ну, здесь вот опять же, конечно, менять надо все очень кардинально. Я скажу честно. Или хотя бы с чего начать все эти изменения? Понятно, что нужно все менять. Но вот с чего начать? Самое страшное, конечно, вот в вложении идут огромные в какие-то определенные виды спорта, как, например, футбол, который съел практически весь массовый спорт остальной. То есть вот эти глобальные стадионы, они уничтожили огромную базу, там, помимо, скажем, ЦСКА на песчаной, четыре тренировочных поля, 25 кортов для лука, стрельбы из лука стадион. Сейчас эта махина сидит, и, в общем, фактически, мало того, что уголок прекрасный, а азия спорта был, еще и для района это просто, конечно, кошмар. И по всей России, мало того, что они глобальные, будут не так востребованы, как хотелось бы, а в целом, конечно, массовый спорт, он в первую очередь важен. Без вот этого массового спорта никогда не будет высших достижений. Какие бы ни глотали эти допинг, ничего не поможет. Всю жизнь у нас был спорт, спорт, спорт. Нет волейбола, нет лыж, нет многих видов спорта, которые были в наших школах, и на любом уровне школа, институт, армия, завод. Ну, то есть спорт превратился в бизнес? Конечно, конечно. И это съело все. Фактически сейчас все достижения это работа родителей в паре с тренерами. Деньги родителей, потому что вот взять фигурное катание, это что, 15-16 лет. Ну, как можно допускать этих девчонок, чтобы вот на такие нагрузки. Ладно, выступили, но опять сразу на чемпионат мира. Конечно, у него, мало того, что физические силы кончаются, моральные. Где сейчас Лепницкая, где Сотникова? Растолстела, разжирела, обленилась. Легче всего придумать вот такие отговорки. На самом деле, просто сожрали ребенка. Извините, сейчас Загитовой. С кем ты спишь, с кем гуляешь, это вообще какой-то маразм. Журналисты, иногда, извините, ваши коллеги, просто такие вещи творят, что их не то, что пускать на телевизор нельзя, надо сажать такие вещи, мне кажется. Потому что уничтожать молодых спортсменов вот таким натиском, следить, где они, чего, куда, это вообще просто неприемлемо. Раз. Во-вторых, опять же, вот фигурное катание. Я пять лет тоже занимался как любительским фигурным катанием, участвовал в любительских соревнованиях. Например, в Снежкоме, прихожу тренироваться летом, человек 50, вот каждый спортсмен, семь, восемь, десять лет тренер рядом. И они вот так, как селедки в банке крутятся. Я удивляюсь, как не сталкиваюсь, практически нет травмоопасности. Но сам факт, что, во-первых, мало спортивных площадок, во-вторых, дорогостоящее это мероприятие. Тренировка вот полтора часа в районе пяти тысяч. Нет вообще у нас. То есть спорт сейчас, он недоступен, скажем так, да? Кто хочет, он найдет всегда. Но нужно же заставлять многие, потому что оторвать от компьютера, от мобильного телефона, это очень сложно. И, конечно, нужно заставлять, особенно если сам родитель не занимается. Ребенок, конечно, не будет сам тоже, не побежит куда-то. Мама, я хочу в лес, там побегать, поиграть. А у нас площадки, мы параллельно вот занимаемся. Отстоять хотели зенит на Старопетровском. Это вообще какой-то кошмар. Ну как вот можно? Юность Москвы, школа, художественная гимнастика с вековыми традициями. Взять, убрать, снести, новый дом построить. Футбольное поле там. Занималось детей вообще немерено. Зеленый газон, один из лучших в Москве, 50 лет стадиону. Зимой там коробку заливали, играли там старшин, бобров. Убрали, пришел не в годность, написали, как эта комиссия, что газон закатали в асфальт, дали в аренду, обещали построить стадион Тарасова, а через три года в частной собственности. Я пишу, как же так? Почему? Пишу в префектуру, пишу депутатам, пишу в Москомспорт. Частная собственность охраняется государством. Все. Вот вместо того, чтобы заниматься, да, спортом, с людьми, которые ставят цели и задачи, которым вы помогаете, вы проводите все время в борьбе. Ну, а как это? Мне тоже дают... А без этого никак. Не будет таких борцов, не будет у нас хорошего спорта. Ну, я к чему? К тому, что наше время, к сожалению, эфирное подходит к концу. Спасибо большое. Спасибо вам огромное, что были сегодня с нами. Я вас приглашаю вновь к нам в студию. Всех с праздниками. Спасибо большое. Дорогие телезрители, с вами прощаемся. Это была программа Молния. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok